Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили появился во дворце студентов Юрокадемии с получасовым опозданием. Сообщил, что прямо из зоны АТО, где собственными глазами, видел, как нарушаются минские договорённости. Саакашвили уверен, в Украине нет этнического конфликта между жителями ДНР, ЛНР и всеми остальными украинцами. Конфликт раздувает третья сторона. Я был в городах, которые непосредственно ограничат зону оккупации. Я видел, что российские беспилотники глушат линии коммуникации. Я видел, что они обстреливают, своими глазами я видел, обстреливают из миномётов в эти территории. И ничего хорошего, что Путине готовится, это совершенно очевидно. Я приехал в Украину, и Харьков и Харьковича это прекрасно понимают. Через пять минут, когда я с моими однокурсниками Киевского университета национального Шевченко, когда школы университета, вышел там на перемену и начал с ними общаться, я понял, что я не иностранец. Это страна, где нет иностранцев, которые умеют обнимать, принимать, интегрировать все этнические группы. Во время войны у страны нет времени на ленивые раздумья. Надо действовать немедленно, поэтому рецепт продвижения реформа Цаакашвили – скорость, уверенность, молодость. Именно так экс-президент Грузии анонсировал реформу, которую готовит в том числе его землячка Эказгуладзе в правоохранительной системе. Первое, что вам покажут, вы сами покажете, вот первая патруля полиции. Она берет взяток, она вежлива, она интеллектуальна, она вообще не похожа на ту, которая была. Это сейчас готовится на кухне, скоро это блюдо вам подадут, оно вам понравится. Новый МРО готовится, то есть выдаваясь в родительские права, так то все, будет очень легко. После полуторачасового общения никто не устал. Как выяснилось, студенты слушали внимательно. Некоторым даже удалось повторить идеи политика почти слово в слово. Реформы, которые хотят делать, то все-таки нужно их делать сразу и не бояться этого. И очень важно, что много молодежи привлечь к управлению, к изменению нашей страны. Я думаю, если все-таки это сделать, то будет хорошо и продуктивно. Харьковчанин Зураб Кирия, президент грузинской диаспоры в Украине, считает, опыт Саакашвили надо применять и воплощать. Ведь его родина плелась в хвосте по показателям легкости ведения бизнеса и по числу реформ. И никто не верил, что команде Саакашвили удастся изменить хотя бы что-то. Когда он стал президентом, дорог не было, света не было, ест было нечего, в магазине были пустые, все было обшарпано, дома черные, старые. Я как-то приехал туда в 97-м году, у меня было такое ощущение, что Грузия прошла какую-то глубокую войну, там прошел смерч и все почернело. После встречи со студентами, экс-президент Грузии отправился на встречу с харьковскими бизнесменами, где продолжилась дискуссия о реформах. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.